Итак, сегодня тема, я ее назвал так достаточно серьезно, и повторюсь сейчас, кто настроит себя эту тему осмыслить, тот осмыслит ее, потому что вам нужна будет определенная честность с самим собой, нужна будет честность по отношению к Писанию, к Евангелию, и если вы будете пытаться осмыслить это с позиции каких-то своих предубеждений, стереотипов, я думаю, многое вы можете упустить сегодня, поэтому просто постарайтесь посмотреть на себя и на Евангелие честно. Сегодня тема будет называться «Самый тяжелый грех». Мы сегодня поговорим про то, что, на мой взгляд, является самым тяжелым давящим грехом на человека в наше время и во все времена, в которые мы живем на этой земле. Тема «Самый тяжелый грех». Я долго думал, как назвать эту тему, и, знаете, вот я размышлял сегодня, люди отмечают Пасху, они говорят «Христос воскрес, воистину воскрес», они празднуют смерть воскресения, они ходят в разные церкви, в разные собрания, в том числе протестантские церкви. Но, знаете, о чем я задумался на самом деле и размышлял эти дни? Я размышлял о том, насколько действительно в своей повседневной жизни они нуждаются в Иисусе, насколько они зависимы от Него, насколько Он является неотъемлемой частью их жизни. Мы можем многое правильно говорить о том, что Иисус воскрес, Он за нас пострадал и так далее, но вопрос, который гораздо глубже стоит перед Богом, между нами и Богом, насколько мы на самом деле зависим от Него, насколько мы нуждаемся в Нем. Поэтому сегодня я хотел бы поднять вот этот вопрос, и эта тема, она очень, не очень популярна, она вызывает много сопротивления. Это тема такой духовной самодостаточности. Мы будем говорить сегодня про духовную самодостаточность, и, на мое убеждение, это является одним из самых тяжелых грехов или самый тяжелый грех, с которым сталкивается человечество. Не спешите, может быть, так теологически меня как-то уже осудить в своем сердце, что я где-то неправ или ошибаюсь, дослушайте это конца и потом сделайте свои выводы. Почему эта тема не популярна? Сейчас пройдет такая минутка рефлексии. Я прочитаю два места Священного Писания, но хочу, чтобы вы позволили себе погрузиться в них и почувствовать свою реакцию на них. Я прочитаю их, неспешно, вдумчиво. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что эти места Священного Писания у вас вызывают как реакцию внутреннюю. Хорошо? Итак, первое место Священного Писания, которое я прочитаю, будет Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стиха. Это слова Иисуса Христа. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Второе место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 7 глава, 20 стиха. «Итак, по плодам их узнаете их, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твое ли имени пророчествовали мы, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Я хочу вернуться к идее, такой минутной рефлексии. Когда мы прочитали эти два места Писания, с одной стороны мы прочитали, что «Кто не берет креста и следует за мной, тот не достоин меня, или отвергни себя, возьми крест и следуй за мной». И с другой стороны мы прочитали, Господи, нет Твоего ли имени, мы делали, пророчествовали, сгоняли бесов, отойдите от меня, я не знал вас. Я хочу, чтобы вы прочувствовали внутри себя, какую реакцию вызывает вас идея, заложенная в эти места Священного Писания. Я поясню, что я имею в виду, какой я хочу у вас услышать ответ, точнее я хочу, чтобы вы ответили сами себе. В этих местах Священного Писания заложена очень глубокая идея, которая красной нитью проходит через многие-многие эпизоды Священного Писания. Если вы будете читать его честно, особенно, если вы будете честно читать Новый Завет, вы увидите, что красной нитью в Новом Завете проходит очень глубокая, неразрывная зависимость человека от Небесного Творца, от Бога. Или, если говорить про Новый Завет, зависимость человека от Иисуса Христа, причем глубокая, ежедневная, неразрывная зависимость, потребность в Нем. Кто не будет брать крест, если не возьмете креста, если попытаетесь сберечь свою душу, если попытаетесь сохранить ее самодостаточной, независимой, отдельной, потеряете ее. А кто возьмет мой крест и последует, тот сбережет свою душу, тот сохранит ее. Я могу за некоторых, может быть, или за себя в том числе и отчасти сказать, что когда мы размышляем над этим глубоко и серьезно, мы можем обнаружить в себе некое отторжение от этого. То есть Бог пытается меня поработить. Бог пытается меня как бы под себя подмять. Мы даже пытаемся, знаете, обнаружить следующую вещь, что мы трудились много. Мы говорили пророчества, мы изгоняли бесов, мы творили чудеса, мы проповедовали Слово, мы строили церкви, мы делали многие-многие вещи. Но при этом Он говорит нам, что Он никогда нас не знал. Мы не были с Ним. Он никогда не соприкасался, по сути, с нами. Друзья мои, я хочу, чтобы сейчас, когда мы проводим вот эту минутку рефлексии, мы подумали об этой духовной самодостаточности как о том, что отделяет человека от Бога. Мы сейчас углубимся в это, я еще раз хочу вернуться вот к этим местам, насколько нам легко или тяжело принять это место. Насколько мне тяжело принять идею «отвергни себя». Послушай, Бог, я так от имени многих, может, скажу. Я взрослый, состоявшийся самодостаточный человек. Я добился чего-то в этом мире, я имею определенные познания, я знаю, как устроена эта жизнь, я могу что-то делать. Почему я должен отвергнуться себя? Почему я должен подчиниться установкам Писания? Почему я должен подчиниться каким-то определенным принципам, заповедям? Ведь вокруг столько много выборов, в том числе религиозного. Почему я должен строго следовать каким-то вот таким правилам? Есть много религий, которые мне предлагают другие пути и другие меры свободы, другие возможности, парадигму, то, как будет устроена моя жизнь, на чем мне надо ее основывать, базировать. Почему я назвал сегодня тему «Самый тяжелый грех»? Я хочу, чтобы вместе с вами мы сегодня увидели, насколько глубоко проблема, которую сегодня я поднимаю. Я призываю вас в честности, я призываю вас сегодня честно смотреть на Писание, смотреть на свою жизнь. Итак, мы сегодня говорим о духовной такой самодостаточности. Мы не говорим о самодостаточности как в психологическом явлении, которое в определенной мере говорит о зрелости личности, о ее становлении и так далее. Мы говорим сегодня о самодостаточности как о том, что человек не нуждается в Боге. Человек независим от Бога. И мы говорим сегодня о том, как это влияет на нашу жизнь, и почему мы реагируем на эти места, отвергни себя. Я никогда не знал вас, мы реагируем с каким-то сопротивлением внутренним. Итак, что скрывается за самодостаточность духовной? В каких плоскостях жизни происходит это поражение определенное? Как это распознать и какой Бог предлагает ответ? Об этом мы сегодня постараемся поговорить. Итак, что скрывается за самодостаточность? Я прочитаю Евангелие от Луки, 15 главу, с 11 стиха. Это история, которую вы все знаете, мы ее часто читаем. Это история блудного сына. И она записана в Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха я прочитаю. И сказал еще, еще сказал. Иисус как бы говорит, здесь разные истории, он продолжает и говорит. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них, отцу, отче, дай мне следующую часть, дай мне часть имения, следующую мне. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поле пасти свиней. И он бы рад наполнить чрево рожками, которые или свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, он сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобой. И уже не достойно называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда был еще далеко, увидев его отец, изжалился. И побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой. Уже не достойно называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте перстень на руку его, обувь на ноги. Приведите от кормленного теленка, заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Мы не будем читать продолжение про старшего сына, потому что сегодня я хочу коснуться именно истории самого этого младшего сына. Итак, в первую очередь я попытаюсь дать некое определение этой духовной самодостаточности. Исходя из этой истории блудного сына, как ее называют, я обнаружил, что духовная самодостаточность или самодостаточность – это состояние, при котором человек живет целостной жизнью, в которой нет ежедневной нужды и потребности в общении с Богом. То есть состояние, при котором моя жизнь целостна сама в себе, и в ней нет нужды ежедневной в том, чтобы иметь общение с Богом, иметь в нем потребность – это состояние самодостаточности. То есть мне для нормальной жизни хватает того, чтобы я был просто сам в себе или сам с собой. Ну, может быть, с окружающим миром, но уж точно Бог мне как ежедневная моя потребность не нужен. И кто-то может сказать, ну, классно, мы так тоже живем, по сути, да, мы там Богом пользуемся в воскресенье. В собрании мы приходим, там отдаем должное, там денег ему дадим немножко, посидим в собрании и послушаем. Но просыпаясь каждое утро, мы нуждаемся в деньгах, потому что нам надо чем-то кормиться. Мы нуждаемся в том, чтобы идти на работу, опять же, ради тех же денег. Мы нуждаемся, чтобы помыться, потому что от нас плохо пахнет. Мы нуждаемся, чтобы поесть, потому что мы испытываем чувство голода. Это потребности, в которых мы нуждаемся, и мы каждый день с ними связаны. Но человек иногда в своей жизни или очень часто обнаруживает то, что точно такой же потребности в Боге каждый день нет. То есть моя жизнь без Бога нормально протекает. Ну, и кто-то может сказать, окей, так в этом нет проблемы. Я хочу показать следующий пример из истории блудного сына. Сын говорит, отче, дай мне часть моего имения. Отец разделил, и написано, по прошествии немногих дней, младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил свое имение. Давайте подумаем, что Слово Божье говорит здесь под имением. И мы говорим, вот мы живем, моя жизнь, она не нуждается в Боге. Что я имею в своей жизни каждый день? Кто я и что определяет меня? То, кто я есть, определяет не только набор того социального, в котором я вырос, но определенное, вложенное в меня Богом. Мы понимаем, что можно говорить, эволюция, природа и так далее, но человек отличается от других живых существ на Земле тем, что он имеет гораздо более высокий уровень внутреннего потенциала. Это потенциал духовный, это потенциал творческий, это что-то, что заложено в вас, Богом. Потому мы все такие разные. Мы, может быть, родились в один городе, в одно и то же время, в одну и ту же эпоху. И с точки зрения, может быть, психологии или социологии, мы возрастали в одинаковом обществе, в разных, может быть, временных периодах, но плюс-минус мы должны были бы все одинаковыми. Но мы все по-разному проявляем себя. Кто-то пишет классные стихи, кто-то очень творчески думает, кто-то хорошо считает в уме, и он прекрасный математик. У кого-то есть огромный какие-то душевные потенциалы, он умещает проблемы или там потребности других людей. Мы все очень разные. Что это? Это та божественная часть, которая была дана каждому человеку как образ и подобие Бога, его драгоценность. Заметьте, младший сын, он не просто захотел уйти из дома отца. Он понимал, уйти ни с чем. Это означает сразу проиграть свою жизнь. Он понимал, что все в этом мире требует плату. Все в этом мире есть определенная цена. Я не могу уйти из дома отца, чтобы быть живым и целостным. Мне нужна драгоценность. Мне нужен потенциал. И он берет это у отца. Больше взять это неоткуда. И что происходит сегодня с человечеством? Люди говорят, мы не нуждаемся в Боге, мы слышать про Бога не хотим. Но что они взяли у отца? Изначальную божественную систему ценностей. Давайте подумаем, откуда в человечестве, даже в законах, заложены интуитивно образцы справедливого и честного отношения в судебной системе, в разбирательстве дел и прочее, прочее. Отражение чего мы видели в Ветхом Завете в виде закона, хотя закон был только лишь девятоводителем ко Христу. Некая частичка отражения божественной мудрости и справедливости, но даже в интуитивном поведении живых существ, таких как людей, именно людей, мы обнаруживаем что? Отражение божественной справедливости, милосердия, сострадания, любви. Откуда это? Драгоценности, взятые у отца. Мы не обнаруживаем это в животном мире. Вы знаете, мы иногда встречаем в животном мире проявление как бы доброты, сострадания и так далее, но в целом животный мир беспощаден. Если вы откроете каналы, типа, не знаю, может быть, типа National Geographic, я не смотрю подобные каналы, и, ну, я пару раз видел ролики, и вы увидите, сидит пушистый зайчуншка на опушке леса, такой милый, классный, так вам хочется его обнять, прижать, и вдруг откуда ни возьмись, лисичка-сестричка хлоп, и у вас кровь по экрану, вся эта пушистая серая шубка в крови, лисичка-сестричка доедает этого зайчишку. Вы сидите, думаете, как она могла? Вообще, у нее нет совести. У нее вообще нет... Это же такой милый был зайчишка, так хотелось его прижать. Дело в том, что у лисички-сестрички нет того, что есть у вас. У нее есть инстинкт. Для нее зайчишка в своей пушистой серой шубке – это еда в пищевой цепочке. Поэтому, друзья, когда мы обнаружим эти качества, мы подобны этому младшему сыну, который взял часть имения. И когда мы живем на земле, мы вкладываем это имение, мы вкладываем свой потенциал. Если вы не верите в это, посмотрите, чего вы добились на работе. Если вы, конечно, чего-то добились. То, чего вы добились, не потому, что звезды сошлись, не потому, что судьба такая, потому что, например, усердие, упорство, твердость, мудрость, способность изучить что-то, посвященность – это качество, которое Бог вложил в вас. Это его драгоценности. И работодатель определенный, распознав вас это, купил это у вас. Точно так же, как блудный сын этот, придя в город, сразу столкнулся с друзьями, которые помогли ему его драгоценности быстренько пустить в оборот, растратить. Некоторые христиане сегодня не готовы посвящаться для церкви, они не готовы посвящаться для дела Божьего, они не готовы быть усердны в своем служении, но они готовы быть усердны по 12-14 часов на работе. Я не осуждаю сейчас никого, я просто говорю, что мы выбираем, куда вкладывать нашу драгоценность. Мы что-то взяли у Отца. Но мы двигаемся дальше. Что скрывается за самодостаточностью? И я попытаюсь сейчас аргументировать то, что я хочу сказать. Вот смотрите, когда мы растрачиваем божественные ценности, я еще одна мысль, к чему приходит общество, которое отвергает Бога? Оно так или иначе приходит к деградации. Оно имеет потенциал, но оно приходит к деградации. Любое общество, которое отвергает Бога над собой, оно приходит к деградации. К чему пришел младший этот сын? Какой бы он потенциал ни имел финансов, он пришел к состоянию этого свиного корыта. Любое общество, какое бы оно высокоморально ни было, если оно отвергает Бога в себе, оно придет к разрушению. Там будет наркомания, алкоголизм, насилие, убийство, там будет возрастать коррупция, там будет возрастать криминал и прочее, прочее, прочее. То есть, все равно, как бы мы ни хотели, как бы мы ни бежали и ни говорили о том, что нам Бог не нужен в каждом дне, наша жизнь будет приходить к разрушению. Так что же скрывается за самодостаточностью? И почему это самый тяжелый грех, которым человек сталкивается? За самодостаточностью всегда скрывается гордость. Гордость или независимость от Бога, отделенность от Бога, это, по сути, самый страшный и тяжелый грех на земле. Отражение покорности Богу. У многих людей сегодня, современных, идея смирения перед Богом вызывает отвращение. Они пропитаны глубоким бунтом против Бога. Вы можете проанализировать себя сейчас. Если я вам скажу, друзья, представьте, что Бог ожидает, что вы смиритесь перед Ним и покорите Ему все свои области жизни. По идее, так должно быть в христианстве, но сегодня, к сожалению, так нет. Представьте, что так должно быть, и вы покорите. Если вы будете честными в тех или иных сферах, финансы, например, свое служение, свое мировоззрение, семья и так далее, и так далее, вы, возможно, встретите какое-то внутреннее сопротивление. Ну, подожди Бог, как бы я готов покорить, но вот здесь, знаешь, давай вот все-таки сохранить баланс. Что скрывается за самодостаточностью? Гордость. Когда написано, этот младший сын, придя в себя, он сказал, сколько наемников у отца моего сбычествует хлебом, я умираю от голода. Встану и пойду к отцу ему и скажу, я согрешил, я не достоин называться твоим сыном, прими меня в число наемников. Что произошло внутри с этим младшим сыном? Его гордость была сломлена обстоятельствами, поражением, жизнью. Вот в этот момент времени там у свиного корыта он осознал. В доме отца моего даже наемники имеют больше успех, чем сейчас имею я. Моя гордыня привела меня к тому, что я забрал, но я все растратил. И поэтому говорю, пойду и попрошу отец, хотя бы пусть буду наемником. Это состояние, когда он смирился. Гордость всегда будет выводить нас в позицию самодостаточности. Когда вы обнаруживаете, что вам хочется отдалиться в каком-то вопросе от Бога, скорее всего за этим уже в вашей жизни скрывается гордость. Я не осуждаю сейчас кого-то, я просто хочу, чтобы мы честно начали смотреть на себя. Первое послание Иоанна 3, 7 говорит. Вообще гордость по сути проявляется в том, что я не желаю покоряться перед Отцом. Я не желаю смиряться перед Ним. Я желаю быть отдельно от Него. И в этом смысле гордость является основой первородного греха. Потому сегодня человеческое естество так сильно пропитано именно этим грехом. Больше, чем всеми другими. Не пьянство, наркомания, убийство, насилие являются более тяжелыми грехами. Основу человеческого естества сегодня пропитывает именно гордость. Посмотрите, что пишет Иоанн. Мы сейчас пару мест сопоставим. Иоанн пишет 3, 7. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен. Подобно как он праведен. Речь идет об Иисусе. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить. Всякий, рожденный от Бога. Потому что рожденный от Бога. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равный, не любящий брата своего. Иоанн очень метко и четко говорит. Во-первых, говорит. Всякий, делающий грех от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Идет ли речь там о пьянстве, наркомании, о чем-то еще, что дьявол согрешил? Нет. Мы дальше сейчас продолжим. Он говорит более глубже. Он не говорит о каких-то этих поверхностных вещах. Он говорит, изначально первородный грех, который сделал дьявол, был в чем-то более глубоком. Поэтому Иисус пришел не просто избавить нас от всех-всех-всех-всех-всех грехов, что само по себе, да, включает это. Но Он пришел изменить ситуацию с первородным, более глубинным грехом, с отделенностью человека от Бога. От человеческой самодостаточной, от его гордыни. Потому Он говорит, он не грешит. Обратите внимание, очень важно. Он не грешит. Почему? Потому что семя Его пребывает в нем. Человек не грешит, потому что рожденный от Бога, имеет в себе Духа Божья. Соединен с Ним, что само по себе удаляет самодостаточность или гордыню. Я соединен с Ним, и каждый день я нуждаюсь в Нем так же, как в воздухе и еде. Мы двигаемся дальше. Почему речь идет о первородном грехе? Аллегорическая такая история первородного греха записана в книге пророка Исаии, 14 глава 11 стиха. Я вырываюсь с контекста, но вы многие знаете этот отрывок. В преисподнюю низвержена гордыня Твоя со всем шумом Твоим. Под Тобой подстилается червь, и черви покров Твой. Как Ты упал с неба, Деница, сын Зари. Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце Своем. Взайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, и на крыль севера, зайду на высоты облачные, буду подобен всемышнему. Вот она, основа первородного греха, самого глубинного, которая произошла. Низвержена гордыня Твоя. Бог дает определение. Определение чему? Ту историю, которая дальше описана. Ты сказал в сердце Своем, поставлю престол мой в сонме богов. Отделю свой престол от престола Бога. Буду независим от Него. А в чем это выражается? Не я буду уже под Всевышним или соединен с Всевышним, но буду подобен Всевышнему. Буду подобен Всевышнему. То есть я хочу быть сам подобен Всевышнему, решать свою судьбу. И Бог говорит, это гордыня Твоя. И написано, из-за этого Ты низвержен. Поэтому, когда Иоанн говорит сначала, дьявол согрешил, мое личное убеждение, он говорит именно об этом эпизоде. Чем совершил дьявол? Сказал в сердце Своем, буду подобен Всевышнему. Почему он продолжает строить сейчас свое царство? Чтобы быть подобным Всевышнему. Почему он предлагает бунт вместо смирения? Чтобы увести за собой, сделать себе слуг. Чтобы быть подобным Всевышнему. И потому сегодня идея самодостаточности человека исходит не просто из того, что человек эволюционировал и вырос. А в том, как Иоанн пишет, что грех поражает сердце человека. И в своей основе грех. Это в первую очередь не пьянство, злые слова, там плохое поведение. Гордыня. Отделенность от Бога. Независимость от Бога. Самодостаточность. Мы двигаемся, друзья, дальше. Итак, самодостаточность, она всегда обкрадывает человека. Мы говорили, что первое, что скрывается за самодостаточностью. Самодостаточность обкрадывает человека. Она приводит нас к состоянию обнищания. Я хочу, чтобы вы сравнили блудного сына до и после. Люди думают, что если я живу вот этой независимой от Бога жизнью, я сам принимаю решение. Я сам принимаю решение о своей семье и финансах, о своих действиях и поступках. Я всегда буду безопасен иметь успех. Блудный сын, который ушел от отца с его имением, в итоге оказался у свиного корыта. Гордыня всегда приведет нас к падению. Самодостаточность всегда приведет нас к обнищанию. Блудный сын, который вернулся в дом отца, и многие говорят, ну что значит вернуться и покориться Богу? Я же не жалкий раб. Я зрелый взрослый человек. Что значит я буду каждый день искать Божьего лица и молиться, и искать Божьей воли? И для многих сегодня это какой-то религиозный путь, который их пугает. Но что мы видим в истории блудного сына? Блудный сын, который рассчитывал быть хотя бы рабом, возвратился и был принят Богом Отцом в славе. Он был принят Отцом в славе. Поэтому, друзья, я хочу подчеркнуть эту мысль. Самодостаточность всегда обкрадывает человека. Люди думают, что зависимость от Бога приведет их к ограниченной несчастной жизни. Сегодня люди даже в церквях говорят следующее учение. Бог нам не гарантирует благословения. Бог нам не обещает исцеления. Бог нам не обещает благословения. Потому что все, о чем мы читаем в Евангелии, это только о вечной жизни. Может быть, это так, с их точки зрения. Но мое убеждение, что за этим скрывается определенная гордость. Этим людям, возможно, это мое личное мнение, я, чтобы никого не обидеть, быть очень таким толерантным сегодня. Этим людям, возможно, тяжело признать себе, что им сложно покориться водительству Святого Духа. Легче быть независимым теологом, который изучает тексты, может их поворачивать как угодно, но при этом не иметь результата. Но гораздо сложнее в каждом дне своей жизни покориться и следовать водительству Святого Духа, потому что это ломает мою гордыню. Это в какой-то мере кажется уничижением. Но если мы исследуем историю жизни новозаветных героев, веры и тех, кто прошел этот путь перед нами, мы обнаружим следующую вещь. Из всех тех людей, которые смирили свою жизнь и покорили водительству Святого Духа, никто не был постыжен. Они были во славе. Может быть, они не имели золотых дворцов, там огромных богатств, но они имели глубинное духовное богатство своего внутреннего характера, своего внутреннего естества. Эти люди были сверхблагословенны. Эти люди имели явление Духа и силы. Они имели исцеление в своей жизни. Они имели сверхъестественные переживания. И потому я верю сегодня, что враг, пытаясь сеять раздор и смуту в Церкви Божьей, сегодня продвигает учение о том, что главное – это держаться исповедание того, что наше имя в книге жизни. Больше Бог нам ничего не обещает на этой земле. Все обетования в Нем – да и аминь. Я верю, что сегодня, когда мы смиряемся под крепкую руку Божью, мы имеем благословение в Нем не только в будущей жизни, но и в этой жизни на земле. В той мере, в которой Он открывает для нас. Мы двигаемся дальше. Смотрите, что говорит Писание. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стиха. «Также, младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудре, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы возложите на Него, Он печется о вас». Заметьте, что здесь говорится. Подтверждение мысли моей. Самодостаточность, в основе которой лежит гордыня, обворовывает нас. Бог написано «Гордым противится». Если я позволяю себе сохранять свою гордыню и жить ей, я буду всегда в противлении Бога. Причем не обязательно, я грешник. Я могу быть проповедник, который позволяет своей гордыне сохраняться. И я всегда, даже своими проповедениями и служениями, буду противиться Богу. Вот, наверное, о каких людях Бог говорил, то, что мы читали вначале. «Я не знал вас. Вы позволили себе жить своей гордыней. Я вас не знал». Но о смиренных людях, которые добровольно смиряются под крепкую руку Божью, написано «вознесет вас свое время». Вознесет. Что означает «вознесет»? Я не проповедую теорию процветания. Но для меня слово «вознесет» означает то, что моя жизнь не будет в прахе и унижении. Моя жизнь будет наполнена благом. Я буду иметь мир и покой. Созидание. Я буду пребывать в любви. Я буду видеть доброе время в своих детях и внуках. Я имею на это право, если я смиряюсь перед Богом. «Отец мой дает мою одежду и перстень на руку». Я не говорю о финансовом сейчас процветании или теории процветания. Еще раз. И буду подчеркать это много раз, что потом мне говорили, что он начал проповедовать процветание. Я проповедую то, что написано. «Смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас свое время». Что значит смирение? Добровольное подчинение Божьей воле. Я покоряю свою волю Божьей воле. Добровольно. Мы двигаемся дальше. Итак, друзья, что скрывается за... Или что поражает гордость? И я приведу один пример. Прежде чем мы поговорим, какие сферы поражают гордость, по сути, есть очень интересное место Священного Писания, я приведу один пример. Мы говорим об отношениях с Богом и повседневной, ежедневной зависимости. Давайте представим себе или поговорим, например, обо мне, как о проповеднике. Если вы зададите мне вопрос... Ну, я себя беру в пример как аллегорию, это не значит, что так действительно происходит в моей жизни, но я как пример. Если вы зададите мне вопрос и скажете, послушай, пастор, нуждаешься ли ты в Боге, чтобы готовить проповеди? Нуждаешься ли ты в Боге каждый день, чтобы быть проповедником? И если вы спросите это у любого из проповедников, я вам даю стопроцентную гарантию, что в ответ вы услышите правильный ответ. Вы не услышите честный ответ. Никогда. Вы услышите правильный ответ. Каждый проповедник скажет, о, естественно, я так нуждаюсь в Святом Духе, чтобы готовить свои проповеди. Но во многом случае это неправда. Во многом случае проповедник больше нуждается в высокоскоростном интернете, чтобы готовить свои проповеди, чем в Духе Святом. Кто-то скажет, ну-ну-ну, это неправда. Это правда, друзья. Потому что если вы отключите накануне проповеди у проповедника интернет, он в проблеме. У него есть тема, но ему негде взять материал. Потому что, когда нет интернета, даже поисковик в Библии, по крайней мере, я всегда, поэтому у меня есть приложение, которое работает оффлайн. Даже поисковик в Библии, если вы возьмете приложение My Bible, вот это или My Version, он не работает без интернета. Так в чем нуждается проповедник? В Духе Святом или в высокоскоростном подключении? И больше он нуждается в высокоскоростном подключении. Потому что, по крайней мере, с ним ты набросаешь тему. Ты знаешь, что надо сделать введение, ты знаешь, что надо сделать заключение, ты знаешь, что надо сделать центральную часть, надо развить мысль, надо привлечь внимание. Мы сделали с профессионалами в этом, как это работает. И когда вы кинете проповеднику тему, например, поговори о том, как переходить от зрелого возраста к старости, знаете, с чего начнет большинство проповедников? Они вобьют в поисковике слово «старость» в Библии. И когда вы откроете, я могу сделать это прямо сейчас, и когда вы откроете, что Библия говорит на тему «старость», первое, что он попадает, «ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется». Вот что мы говорим про старость. Ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит в старость. И знаете что? Через 10 минут я вам выдам проповедь на старость. Но понуждался ли я в Духе Святом об этом? Все, что мне потребовалось, телефон и интернет. А я приведу второй пример. Вы пришли помолиться за исцеление, за изгнание. Вы пришли получить пророческое слово. Ко мне, к такому же проповеднику. И вот теперь задайте себе вопрос. Поможет ли мне высокоскоростное подключение к интернету? Сколько бы я не искал исцеления, сколько бы я не считал над больным мест, сколько бы я не провозглашал над ним места, здесь проявится та реальность, в которой мы живем. Есть те вещи, которые способен сделать только Святой Дух. И это было индикатором апостольской церкви. Они не имели интернета, они не имели степеней теологических, они не имели текстов систематизированных, но то, что они имели исполнение Святым Духом. Действие силы Божьей так, что колдуны сжигали свои книги, видя сила, какая происходила в церкви. Я не хочу сейчас никого осуждать, друзья. Я хочу, чтобы я посмотрел на себя, как на проповедника, который в своей самодостаточности не заметил. Я аллегорически на себя закидываю, на всех проповедников, который не заметил, что я уже не столько нуждаюсь в действии Святого Духа в своей жизни, сколько в высокоскоростном интернете. Я не столько уже зависим от молитвы и от Бога, сколько от знаний, полученных в результате учебы. Это может быть неплохо само по себе, но оно не даст то, что должно давать. Оно не даст жизни. Оно не даст спасения. Оно не даст исцеления, друзья. И поэтому индикатором апостольской церкви было следующее. Деяние 1.8 говорит, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Для того, чтобы я мог принять силу, и на меня сошел Дух Святой, я должен найти в себе мужество и отодвинуть свою самодостаточную сторону и сказать, «Господь, я умею составить проповедь, но я хочу получить ее от Тебя. Я хочу провести время в молитве, искании Твоего лица, и я хочу принять силу, когда сойдет на меня Святой Дух. Я не хочу больше говорить из интернета или из поисковиков. Я хочу говорить от Твоих уст». Я знаю, что многие осудят меня за это, потому что назовут это популизмом, но послание Якова 5.14 говорит следующую вещь. «И это то, о чем ревнует мое сердце. Болен ли кто из вас, пусть призовет Пресвятеров в церкви, и пусть помолится над ним, помазав елеем во имя Господне и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он садил грехи, простятся ему». Яков не пишет просто за мануху. Он не пишет просто популизм. Он пишет ту реальность, в которой он живет. Давайте осознаем это. Он пишет свою реальность. Если вы заболели, не переживайте. Вам не надо бегать по врачам. Призовите Пресвитера в церкви. Это люди, которых поставил и знает Господь, которые исполнены силой Святого Духа. Они не придут вам с теориями, и не придут вам с притираниями, таблетками, с бадами. Они придут молитвой веры. И эта молитва веры – это не просто правильные слова, которые они выучили в результате долгих лет изучения теологии. Это слова, которыми открывается небесное царство. Это слова... Кому-то за пультом не нравятся мои слова. Но я возьму другой микрофон и буду продолжать. Друзья, смотрите. Когда Иаков пишет, пусть призовут Пресвитеров, речь идет о том, что он жил этой реальностью. Это было время посвящения людей Богу, исполнения Святым Духом, ежедневная зависимость от Святого Духа, водительство Святым Духом. И потому он говорит, придут Пресвитера, помажут елеем, и Дух Святой обязательно сойдет на болящего человека. И здесь не говорится, что сила этого Пресвитера. Написано, молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь. Мы двигаемся дальше, друзья. Мы будем скоро заканчивать. И действие гордости, оно всегда действует в двух плоскостях. Я хочу сейчас коснуться Евангелия от Марка, 12 главы, 29 стиха. Гордость всегда поражает две формы отношений человека. Оно поражает вертикальное отношение человека, то есть отношение человека с Богом, и они поражают горизонтальные отношения, отношение человека с человеком. Мое убеждение, что по этой причине, глубоко понимая суть самого тяжелого, вот этого первородного греха, гордости, который приводит к самодостаточности и отделенности человека от Бога, Иисус и говорит следующую фразу или следующую мысль, 12, 29 Марка. Иисус, отвечая Ему, речь идет о том, что Он говорит с фарисеем. Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь наш Бог есть единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше всех заповедей нет. В Евангелии от Матфея говорится, на этом утверждается весь закон и пророки. Мы всегда задавались вопросом. Почему именно эти заповеди Иисус вынес? Почему именно об этом Иисус говорил? Только в позиции или концепции того понимания, что самым глубинным, тяжелым грехом для человечества есть гордость, отделяющая от Бога. Приходит понимание зрелое, почему Иисус акцентировал внимание. Самая наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога всем сердцем, крепостью и разумением. Всем, что у меня есть. Слово «возлюби» по сути означает «прилепись». Если вы этому не верите, вы можете посмотреть, как апостол Павел учит о любви мужа к жене. Он же говорит о любви Христа к церкви. И там же говорит о любви человека самому себе. В этом месте, где он учит о любви мужа к жене, он приводит три параллели, которые несовместимы на первый взгляд с собой, но с точки зрения того, что такое любовь, мы понимаем, что эти вещи одинаково раскрывают смысл. Отношение, как к самому себе – это привязанность глубинная, которую невозможно оторвать. Отношение мужа к жене, как к самому себе – это единая, целая, одна плоть, которую невозможно разорвать. Таков оригинальный божественный замысел брака. И отношение Христа и церкви, который отдал себя за нее и стал ее спасителем, искупителем, ее главой. Как главу от тела невозможно оторвать, так невозможно оторвать Христа от тела, от церкви. Вот что означает слово «возлюби», «присоединись» так, чтобы невозможно было оторвать. Это и есть прямое противопоставление самодостаточности, которое говорит «отделись, ты не должен быть под ним». Любовь говорит «присоединись», в то время как гордость говорит «отделись», поставь свой престол и будь подобен Всевышнему. И это противостояние идет от самого начала человечества на земле. Вспомните искушение, которое было Алдама и Евы. А подлинно ли сказал Бог? А подлинно вы доверяете Богу, а Он боится, что вы станете подобны Всевышнему, поэтому попробуйте и будете как Боги. И вот Он чего боится. Не курение и алкоголь или что-то еще предлагалось Адаму и Еве. Предлагалось поставить себя в позицию. А должен ли я Ему покоряться и верить? Или я могу отойти в сторону? Или я могу быть подобен, как Он? Знать добро и зло. Поэтому, друзья, когда Иисус говорит здесь «возлюби», по сути Он говорит «стань неотъемлемой частью». И Он говорит это в двух плоскостях. В вертикальной плоскости. Когда я люблю Господа Бога всем сердцем, крепостью, разумением, Он становится ежедневной, неотъемлемой потребностью моей, так же, как еда, вода, семья, отношения с детьми. И вот что показывает, люблю ли я Господа, это же потом выражается в моих делах и поступках. Незнание, сколько я знаю о Нем, и греческие переводы. Нуждаюсь ли я каждый день в Нем? Если я спокойно проживаю день за днем без Него, я не люблю Его. Если я не делаю каждый день, поступая по Его Слову, потому что это в моем сердце, я не люблю Его. Так же, как и написано, если я говорю, что я люблю брата, но поступками, делами ничего для этого не делаю, я не люблю брата. У меня нет этого в сердце. Поэтому вертикальное отношение «возлюби Господа Бога всем сердцем» приводит нас к тому, что мы ежедневно нуждаемся в общении с Ним. И вот здесь, именно на это приходит действие и излияние Святого Духа. Обетование о Святом Духе предназначено сынам. Сыны – это те, кто смирились перед Богом, вернулись в отношения с Отцом, которые приняли Его, которые покорились Ему. И когда вы говорите сегодня, Дух Святой мало изливается в моей жизни, Дух Святой мало действует. Я для себя ответил на этот вопрос так. Нуждаюсь ли я в Нем каждый день? Как проповедник. Если я могу без Него подготовить проповедь, то, скорее всего, я не нуждаюсь в Нем. Если я без Него могу прожить свой день, я не нуждаюсь в Нем. Если я без Него могу спокойно не молиться, не искать Его лица, значит, я не нуждаюсь в Нем. Я живу самодостаточной жизнью. Это вертикальные отношения. И горизонтальные отношения. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Сегодня много людей живут идеей. Да, я готов приходить в церковь, но чтобы что-то взять для себя. Я не готов вкладываться в церковь. Я не готов служить людям, которые в церкви. Мне они не нужны. Мне не нужны их дары, мне не нужны их таланты, мне не нужна их помощь. Я сам со всем справлюсь. Это тоже гордость. Тоже поражение. Друзья мои, поэтому, когда Иисус говорит эти две заповеди, вторую Он говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Смирение перед Богом приводит нас к тому, что мы начинаем нуждаться в церкви Божьей. Это тело Христова, с которым мы взаимосвязаны. Я пропускаю большой кусок своей проповеди, потому что у нас уже время закончилось. И какой ответ предлагает нам Господь? Пятая глава, послание к римлянам с первого стиха. Ответ, который есть во Христе. В том, что смирение перед Богом, я сейчас прочитаю этот текст, но я просто резюмирую. Смирение перед Богом – это построение здоровых отношений с Ним в любви. Эти здоровые отношения в любви посредством Иисуса Христа приводят в нашу жизнь действия благодати Божией, действия Святого Духа, которое наполняет нас, поднимает нас, благословляет нас, открывает нас в действие даров, исцеляет нас, приводит нас к здоровым отношениям. Наша добровольная покорность и смирение перед Богом открывает нам здоровые отношения в Иисусе Христе в любви. Я читаю. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Иисуса Христа, через которое верой мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не этим только, но и хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение и опытность, отопытность и надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Мы примирились с Ним. И сегодня перед нами выбор, когда мы добровольно отдаем, смиряемся перед Богом, отдаем Ему полномочия и права быть Господом, быть Отцом, который имеет над нами власть. Это добровольное смирение приводит нас к здоровым отношениям, отношениям в любви. Любовь Божья изливается в наши сердца Духом Святым. Друзья мои, для кого-то это прозвучит сейчас очень сложно. Давайте мы поднимемся на ноги. Мы сейчас еще какое-то небольшое время помолимся. Для кого-то это прозвучит сложно. Чья-то внутренность этому сопротивляется. Для кого-то это сложно принять, как-то себя перебороть, себя сломать. Возможно, вы никогда не встречались с любовью Божией, пришедшей через ваше смирение перед Отцом. Я предлагаю вам пару простых шагов сделать в этой молитве. Что бы вы ни чувствовали внутри, начните молиться о том, Господь, я принимаю сегодня Твою власть над собой. Я принимаю Твою волю. Я возвращаюсь к Небесному Отцу. Я не хочу жить гордой и самодостаточной жизнью. Я хочу принять сегодня благодать в действии Святого Духа. Кто бы вы ни были, будь вы великий проповедник, будь вы великий помазанник, что бы вы ни чувствовали сейчас в своей жизни, вам необходимо иметь смирение в своем сердце. Оно позволяет выстроить здоровые отношения. Воля Божья соблюдет вас во Христе Иисусе. Воля Божья принесет благословение в вашу жизнь. Бог подымет вас в свое время. Даже если вы сейчас проходите определенные трудности, я хочу сказать пророчески в вашу жизнь, сделав ставку на смирение в своей жизни, вы никогда не проиграете. Гордость приведет вас к обнищанию. Смирение приведет вас к благословению и успеху. Чем бы вы ни занимались, будь вы проповедник, смиритесь под крепкую руку Божью, и Дух Святой даст вам новое слово, которое бы звучать в действии и силе. Если вы молитесь и ревнуете о действиях даров, пророчества, исцеления, освобождения, что бы вы ни делали, смиритесь сегодня, ожидайте действия Святого Духа. Не пытайтесь просто делать это по-человечески, чтобы Богу что-то доказать, свою травму закрыть. Во имя Иисуса Христа я молюсь сейчас, Господь, благослови свой народ.